Казахстанцам предлагают посмотреть политическую комедию про Акима-коррупционера. На широкие экраны вышла новая отечественная лента, хотя бы в кино. Это фильм о типичном чиновнике, который получает деньги на ремонт больницы, но тратит их на личные нужды, а потом и вовсе пытается сбежать из страны. Делами недобросовестного Акима интересуются борцы с коррупцией. Здесь и начинаются испытания для главного героя. Какие именно, знает Бахатгуль Укасова. Сюжет картины разворачивается вокруг районного Акима-кайрата, который не смог устоять перед большими деньгами. Чиновник получил средства на ремонт больницы, но вместо этого построил себе на них дом. Слушай, говорите, что ты все в белое потрясешь? По сути, по документам, здесь больница. Счастье районного Акима длится недолго. Недобросовестного чиновника разоблачают антикоррупционщики. Кайрат всеми силами пытается уйти от уголовной ответственности. Чтобы выиграть время, Аким притворяется больным и, по иронии судьбы, попадает именно в ту больницу, которую так и не отремонтировал. Позже собирается бежать из страны, ведь у него есть доступ к счетам в швейцарском банке. Здесь и начинаются приключения главного героя. Это моя первая главная роль в полнометражном фильме. Тем более такая серьезная и наболевшая тема. Съемочный процесс был достаточно сложный из-за погоды. Например, в Алматинской области было прохладно, а в Мангистау очень жарко. В начале сюжета районного Акима поддерживает помощница Жанар, которая знает о грязных делах своего шефа, но молчит. Она, конечно, была в курсе, она помогала, но, тем не менее, она не подписывала ни один документ. Как бы была все равно, скажем, если документально, то не причастна ко всему этому. Режиссер, когда пригласил меня попробоваться на эту роль, его первое требование было, что он хотел меня визуально поменять. Съемки длились почти месяц в Алматинской и Мангистауской областях. Некоторые сцены фильма были сняты в уникальном урочище Божжера. Актерский состав новой отечественной комедии оказался весьма разнообразным. Самому юному герою всего 11 лет. На съемочной площадке ребенок работает наравне со взрослыми. Съемки длились 4 часа. Нам дали роль, сказали, показать, что нам жарко, мы устали, нам очень было холодно. У меня были занятия онлайн. Zoom, Google Meet. Учителя задавали мне задания. Я быстро решала и отправляла. Создатели обещают показать зрителям политическую комедию с очень жизненным сюжетом. Увидеть новый отечественный фильм можно уже во всех кинотеатрах страны.